Потерянные по вине турагентств деньги и время компенсируют. В России создан специальный денежный фонд, который пополняют сами туристические фирмы. Подробнее об этой и других законодательных инициативах смотрите в обзорном материале программы. Заключенных СИЗО запретятся держать в тесноте. Соответствующий закон готовят парламентарии. Сейчас в следственных изоляторах на одного человека приходится 2-3 квадратных метра, говорят правозащитники. Заключенным негде хранить не только личные вещи, продукты питания, средства гигиены. Даже спать обвиняемых в преступлениях приходится по очереди. Следственные изоляторы переполнены по всей стране. Новый закон установит новую санитарную норму. Не менее 4 квадратных метров площади на человека. В России появился денежный фонд, из которого будут выплачиваться компенсации туристам, пострадавшим от недобросовестных турагентств. В этом летнем сезоне в крупных городах России закрылось каждое шестое агентство, а туристы, уже оплатившие поездки, остались без отдыха и потеряли деньги. Взносы в спецфонд добровольно перечисляют сами агентства. Сумма уже превысила более 100 тысяч рублей. Деньги поступают на специальный счет в одном из крупнейших российских банков. Решать вопросы компенсации туристам будет специальная экспертная комиссия. Машины будут эвакуировать по новым правилам. Поправки в Коап вступают в силу с 8 августа. Эвакуатор больше не имеет права забирать транспортное средство, если рядом не будет таблички «Работает эвакуатор». В случае отсутствия такой информации автовладелец может обжаловать незаконные действия компании-эвакуаторщика и потребовать компенсации причиненных убытков. Продолжение следует...